МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте! В эфире программа «Время Союза» и я, Наталья Козелкова, ее постоянный шеф-редактор. Как всегда, наша программа идет из телестудии Института журналистики Белорусского государственного университета. А теперь вспомним несколько знаменательных дат из века минувшего, имеющих прямое отношение к теме нашей сегодняшней встречи. В 1957 году был запущен первый советский искусственный спутник Земли. В недрах Пентагона тут же было принято решение о создании надежно защищенной системы передачи информации. Через пять лет известный американский ученый Джозеф Ли Клайдер опубликовал результаты своей исследовательской программы «Галактик Нетворк». Благодаря этой работе появилась первая детально разработанная концепция компьютерной сети. Однако современный облик интернету придал знаменитый британский исследователь Тим Брэнерс Ли. Он разработал его протокол «Язык и идентификаторы». Так, в стенах Европейского совета ядерных исследований, где, собственно, и работал Тим Брэнерс Ли, родилась в 1989 году концепция всемирной паутины. На удивление быстро она путала нас всех и завлекла в социальные сети. Смотрим трейлер фильма «Взломать блогеров». Хай-ухай, с вами Ивангай. И у нас сегодня у гостя... Специальный гость Саша Спилберг! Привет! Я немного спускаю. Воздух подпускаю. Какого черта? Это какой-то кошмар. Кто-то управляет моим компьютером за меня. У меня взломали твиттер и инстаграм. Я не могу на ютуб-канал зайти. С чего ты взяла, что это мы взломали? Потому что мне пришло письмо с вашим нефильным видео. Кушать больше? Пап, ты знаешь? Будь в 15 тысяч первый. Кто хочет мне врезать? В очередь. Я просто спокойная. А мы по-моему, мультика! Да! Я теперь мультик какой-то. Папа! Девочки, девочки, успокойтесь. Вы жилы, пока работают ваши компьютеры. Как только сеанс будет закончен, вы исчезнете. Забавно. Я думал, вы никогда сюда не доберетесь. Ладно, давайте спокойно, без паники. За помощь! Но должен же быть какой-то выход. Я вас люблю. До скорой встречи. Создатели фильма «Взломать блогеров» Да, вот в такой форме, хотели они того или нет, невольно показали, что в интернет-сообществе существует множество тем для обсуждения, исключающих друг друга воззрения и даже острых конфликтов. Действительно, создание всемирной паутины, как гигантского новаторского прорыва, повлекло за собой нескончаемую череду проблем со знаками плюс и минус. Некоторые из них, на мой взгляд, узловые. Вот мы их сегодня и обсудим. А теперь давайте знакомиться с нашими экспертами. Центральными персонажами социальных сетей современного интернета стали блогеры, и уж тем более видеоблогеры. В программе «Эта новая профессия» представлена двумя представителями. Видеоблогер Влад Бумага, один из самых вежливых и милых парней на русскоязычном Ютубе. И блогер Юлия Годунова, студентка факультета международных отношений БГУ. Наталья Леонидовна Пузыревич, заведующая кафедрой социальной и семейной психологии Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка. Кандидат психологических наук Евгений Анатольевич Свирский. Кандидат физико-математических наук, декан факультета инновационного развития и информационных технологий Института повышения квалификации в области информатизации управления Белорусского государственного университета. Специалист по интернет-безопасности. Антон Ашмен, маркетолог, учредитель маркетингового агентства Improve Media. В нашей программе принимает также участие в видеозаписи представитель одной из самых популярных соцсетей «Одноклассники». Интервью с этим представителем мы записали во время подготовки программы в Москве. Итак, в последние годы отмечен бум блогерства в интернете. В чем секрет их успеха? Попробуем разобрать. Внимание на экран. Всем привет, меня зовут Влад А4 и добро пожаловать в юбилейное видео. Ура! В этом ролике я буду набивать себе татуировку. Но не просто татуировку, а тату в честь миллиона подписчиков. Это просто шок, да? В общем, все в порядке. Вот так это все выглядит. Во-первых, я прекрасно осознавал, что я делаю. Прекрасно осознавал, зачем я это делаю. То есть это полностью мой осознанный поступок. Я адекватный человек, я знаю там, откуда берутся дети и все такое. Кричная шутка, да? Во-вторых, так как канал, вы и жизнь в интернете это сейчас одно из самых важных, я считаю, что это имеет место быть тут. Если ты здесь впервые и видишь меня в первый раз, тогда подписывайся на мой канал. Красная кнопочка подписаться внизу. У нас тут весело. Мы подготовили арбуз, проковыряли там вот такую вот дыру. Туда идеально помещается петарда. Ну и сейчас будем взрывать. Иди сюда. Ну в общем, понял, да? Поджигаю петарду, ставлю наверх арбуз. Ну что, погнали. Раз, два, три. Убегай! Когда ты пришел к своему другу в гости, на твоих носочках есть несколько маленьких дырочек, ничего страшного, все окей. Просто достань свой любимый баллончик с краской и избавься от этой проблемы. Вот так. Хорошо. Аккуратно. Вот и все. И никто не заметит разницы. Ну, наступило время вопросов к автору, к полномочному представителю блогерства. Влад, мы сейчас посмотрели отрывки из ваших сюжетов. Да, да, да. А как вы темы для них подбираете? Мы сейчас посмотрели три моих ролика. Получается, три вырезки. Первое – это про мою татуировку. Это прямо отдельная тема. Вы не потерпели хотя бы чем-то? Нет, терпел. Подмораживали? Подмораживали? Я же мужчина. Конечно, было больно, но терпимо. Второе видео, оно было так, о чем? Я выполнял вызов, то есть взорвал. Да, просто чтобы не все, чтобы не все не думали, что я прям взрываю арбузы, там, крашу себе ноги. Расскажу просто, к чему это. Видео с арбузом – это было задание. Мне другой популярный блогер прислал это задание, что я вот должен это сделать. Он как раз занимается тем, что он там взрывает всякие штуки, там что-то смешивает с колой и такое вот. И я вот принял этот вызов и выполнил. А видео с баллончиком – это пародия на лайфхаки. Знаете, все такие штуки, как лайфхаки? Ну да. Они должны упрощать нашу жизнь. Ну а это пародия. А пародия – это в чем заключается? То есть я рассказываю какую-то историю, люди ожидают, ну что делать, если носочек порвался, все там ожидают, может, его нужно как-то подвернуть. А я показываю, что нужно закрасить его баллончиком. И вот юмор. Как вариант. А чем ваше видеотворчество отличается от видео, которое размещают в Ютубе сотни и тысячи людей, и при этом такого числа просмотров они не набирают? А вы набираете? Все мы уникальны с нами по себе. У каждого есть своя харизма, своя фишка. С той же татуировкой ни у кого такого нет. Ну и вот как-то привязываем таким образом. Например, вот канал мой называется А4. Может, наверное, никто не знает почему. Ну, потому что фамилия бумага. Потому что фамилия бумага. Я так подозреваю. Такого же тоже нету. И вот как-то выделяемся своими идеями, харизмами, своими фишками. То есть мы не проект, мы люди. Молодцы, ребята. Так, Юлечка, ну подключайтесь уже. Соответственно, вопрос к вам обоим. Вы как-то угадываете настроение публики? Вот как-то распознаете ее ожидания? Есть ли у вас заказы какие-то? Ну вот мы услышали насчет принятого вызова. Может быть, есть какие-то заказы на какие-то, на размещение каких-то постов, каких-то видео? Не, ну как говорил Владу этого, что мы не проект, мы люди, которые живем своей жизнью. И про это же и снимаем. Поэтому как бы я думаю, что зрители и ждут от нас ничего-то конкретного, а просто узнать о нашей жизни, что-то новое, чтобы мы что-то сняли. Поэтому я снимаю то, что я хочу и не подстраиваюсь. А еще время, время прошло, и мы как-то постепенно приходим к тому, что сейчас делаем. То есть начиналось все давно, год назад. У кого-то два, у кого-то три. Например, я начинал, я играл в игру. Банально. Просто играл в игру и записывал это. Потом я добавил к игре камеру, свое лицо. Потом попробовал сделать камеру, но уже без игры. Людям это больше нравится. Я вижу отдачу. Они прям просят, давай сделай что-то вот теперь только с собой. И как-то постепенно. Потом они просят выполнить задание. Смотришь, о, им же нравится. Прикольно, интересно. И вот так вот продолжаешь и постепенно приходишь к тому, что есть сейчас. И мы развиваемся каждый день что-то новое, каждый раз какие-то новые идеи, новое знакомство. В этом интерес блогинга в том, что мы ничего такого не планируем, не пишем сценарии, просто снимаем свою жизнь. Ну вот диапазон деятельности видеоблогеров вообще в социальных сетях чрезвычайно широк. Они размещают видео обо всем для всех. Может быть секрет успеха блогерства заключается в том, что количество переходит в качество. И что нужно сделать, чтобы стать хорошим блогером? У каждого есть свое видение. Вот кажется в голове, вот это должно понравиться, этот ролик нужно выложить вот в это время. То есть у вас нет универсального совета, как стать хорошим блогером? У вас быть хорошим блогером? Есть проекты, у которых есть какие-то продюсеры, которые, ребята, которые занимаются монтажом, занимаются тем-то тем. Мы сами все делаем. Мы и со звукорежиссеры, там, световики, сами снимаем, сами покупаем камеры, сами придумываем, что будем говорить. И все так получается. Нужно быть собой, говорить на темы, которые тебе интересны, либо снимать что-то, что ты хочешь. И если люди почувствуют эту искренность через камеру, они и будут смотреть. В этом и есть секрет успеха. Роль интернета, соцсетей, самих блогеров в процессе формирования общественного мнения, создание альтернативной информации чрезвычайно велика и неизменно возрастает. Несколько цифр для сравнения. Если взять число потребителей всей медиасферы России, например, за 100%, то число зрителей первого канала Россия 1 и ТНТ составит, соответственно, 77, 76 и 72%. В то же самое время число пользователей Гугла, Яндекса и Ютуба, соответственно, составляют 88, 87 и 81%. Для чего же вовлекаются в социальные сети, погружаются во всемирную паутину интернета его пользователей? Внимание на экран. Инфографика по результатам опроса в ЦИОМа. Для чего вам необходим доступ к сети интернет? Все абсолютно ясно. Зачем и в каком процентном соотношении активные пользователи интернета его применяют? Посмотрите повнимательнее. Думаете, это о процентах? Нет. Это про одиночество человека. Ведь для поиска друзей, людей, близких по интересам для общения в чатах пользователи составили суммарно 76%. Ключевой же ответ на вопрос об интернет-буме заключается в 25% от числа опрошенных. Интернет им нужен для совершения покупок онлайн. С 2015 года торговый оборот интернет-магазинов в России вырос с 760 миллиардов рублей до более чем 1 триллиона рублей. Емкость же рынка интернет-рекламы и маркетинга составила 55,6 миллиардов рублей. Астрономические совершенно суммы. Эти цифры содержатся в отчете комиссии экспертов Ассоциации коммуникационных агентств. У меня в связи с этими цифрами возник ряд вопросов к Антону Ашмяну, маркетологу-учредителю SMM-агентства Improv Media. На ваш взгляд, насколько верно и точно высказывание Билла Гейтса, если вас нет в интернете, вас нет в бизнесе? Отчасти это так. В том плане, что интернет сейчас очень глубоко проник в нашу жизнь. И мы общаемся, мы покупаем и совершаем покупки именно в интернете. И, соответственно, если в интернете есть наша аудитория, но нас там нет, то бизнес проиграл. В плане, если в интернете есть наши клиенты, мы там обязаны быть. И это просто аксиома. А аудитория по большей части перебазируется все-таки сейчас в интернет, я так понимаю. Да, да. Сейчас интернет проникает все глубже в нашей жизни, и аудитория все больше совершает покупок через интернет. Пока это верно не для 100% бизнесов. А насколько вообще эффективны размеры и степень воздействия social media marketing, да, продвижения бренда, идеи, продукта на аудитории? Вы знаете, если мы говорим про проект СММ, то это как раз таки проект. Это не какой-то, вот как Влад и Юлия говорили, что вот они просто есть, и они не проекты, они люди. А СММ это то, чего просто нет. Именно, это про проекты. То есть мы должны в бизнесе каком-то, ну, будь то в продаже или просто какие-то услуги, это не важно, мы должны выделить то, что есть социальное. И просто это хорошо и красиво показать людям. Соответственно, если мы это показываем большому числу людей, мы должны считать, то есть как люди на это реагируют. Потому что если мы считаем, мы можем увеличить эти цифры, которые мы считаем. Методом воздействия конкретно на целевую аудиторию. То есть первое, это контент. Самая главная единица социальных сетей, это контент. Влад и Юлия создают видеоконтент. Соответственно, компании могут создавать графический, текстовый контент. То есть информацию о своей продукции. И они ее показывают людям. Люди на нее реагируют. Они переходят по ссылкам. Они читают новости, статьи. Ну и, соответственно... Дальше делается анализ, как я понимаю. Дальше делается анализ по просмотрам, по взаимодействиям с контентом. И мы понимаем, что лучше реагируют на это, значит, мы больше добавляем вот этого в контент, соответственно. И таким образом мы делаем те публикации, которые нравятся большому числу людей. И люди совершают те действия, которые нам нужны. То есть они переходят по ссылкам, они читают, они отмечают, как понравившиеся, увеличивают, охват, делятся. Но вот в отличие от блогеров, самое главное в бизнесе – это продажи. То есть в любом случае на выходе должна быть конверсия в покупку. Но, как говорил Кот Матроскин, для того, чтобы что-то ненужное продать, нужно что-то ненужное купить. Сначала покупателям нужно прикупить... Привезти. Да, прикупить, скажем так. Да-да-да, для того, чтобы ему что-то, соответственно, продать. Это принцип рекламы. То есть мы должны заплатить за то, чтобы показать свою рекламу людям. Если мы показываем рекламу людям, которым эта реклама интересна, они совершают покупки. Господа блогеры, а вам каким образом удается заработать своей этой новой профессией блогерством? Может, знаете, когда вы смотрите ролики на Ютьюбе, постоянно выскакивает всякая рекламка, которую мы крестиком обычно закрываем. Да. Вот если вы закрываете, значит, мы не зарабатываем. Вот. Google сам все придумал для нас, YouTube сам придумал и помогает нам зарабатывать. Мы подключаем партнерские программы, которые помогают нам как-то эти деньги выводить. Конечно, денег немного, но они есть. Можно просто зарабатывать на партнерке, можно сотрудничать с какими-то рекламными компаниями и что-то рекламировать, и тем самым зарабатывать. Вернемся все-таки к SMM. На ваш профессиональный взгляд, в чем особенность контента для соцсети, и каковы главные тренды в SMM за последний год? Трендов достаточно было за последний год. Я могу сказать, что, наверное, один из ключевых, который являлся следствием появления блогеров и так далее, это, первое, контент социальный, то есть вот эти вот мемчики, картинки забавные, они начинают потихоньку отходить. И люди больше публикуют авторский контент. Будь то фотографии, будь то авторские видео, будь то какие-то свои собственные изречения, заметки, это тренд, социальный контент отходит, приходит авторский. То есть это SMM, значит, как тренд запустил новое движение, личность как бренд, брендирование личности, да? Я думаю, что здесь личность как бренд, скажем, отходит на второй план, потому что сами социальные сети со временем развития их самих, они, то есть те, кто руководит социальными сетями, они поняли, что на самом деле охват у них больше, чем у телеканалов, по большому счету. И вот в связи с этим социальные сети понимают, что нужно как-то систематизировать присутствие людей в социальных сетях и прилагают для этого разные усилия. Вот, например, второй тренд — это то, что сейчас органический охват новостей очень сильно падает. Что это значит? То есть я поделился публикацией на странице бренда. Ну, неважно, это какой-то эфемерный бренд, который, например, продает ложки, как вариант. И раньше, если публикацию увидела 100% в моей ленте новостей, то сейчас социальные сети делают так. Они показывают публикации маленькому числу людей и предлагают мне, если ты хочешь, чтобы все это увидели, заплати денег. Мы покажем вообще всем. Получается, это второй тренд. Органический охват падает, авторский контент увеличивает количество. И социальные сети для того, чтобы органический контент немножко уменьшить, ввели алгоритмы. Эти алгоритмы есть у всех. У Ютуба, у Фейсбука, у ВКонтакте, у Инстаграма. Социальные сети сами решают, какой контент показывать, кому, какой контент не показывать. Преимущественно они решают этот вопрос таким образом. То есть, если люди похожи на меня, по параметрам каким-то, отмечают в Фейсбуке то, что им нравится публикация, скорее всего, она понравится мне. Поэтому Фейсбук мне показывает. То есть вас выдергивают, добавляя в ту же компанию. Да, да, да. Вот в этот вот пул людей, которым показано, которые видят публикацию, меня в него просто добавляют, если я подписан на эту страницу. И просто вот мне уже бренд со мной взаимодействует. Показывай, смотри, вот, например, известный блогер рекламирует наш проект «Присоединяйся к нам». Скажите, а кому идеально подходит СММ, а каким направлением бизнеса вы бы его никогда не порекомендовали? Сейчас я могу сказать, что проникновение социальных сетей увеличивается постоянно. И компании, которым я бы не порекомендовал СММ, они сокращаются. Уменьшаются. Уменьшаются, да. Наверное, я бы не рекомендовал это тем, кто занимается совсем премиум товарами. Ну, продает Lamborghini машины или там черную икру. Или, ну, вот, как-то в этом роде. И опять же, я бы его рекомендовал, но его нужно делать с умом. То есть продвигать в социальных сетях сейчас можно все. Все, чем пользуются люди. Соответственно, если это люди покупают, я найду аудиторию в социальных сетях, потому что охват социальных сетей увеличивается с каждым днем просто в разы. И аудитория постоянно, она молодеет, соответственно, вернее, становится старше, простите. Потому что люди становятся старше, соответственно, они возрастают, у них появляются доходы, и они вот эти деньги куда-то тратят. Ну и завершая беседу о продажах в соцсетях, сколько специалистов, точнее, давайте так, какими качествами должен обладать СММ-специалист, и сколько таких специалистов сейчас вот такого крупного уровня, высокого профессионального уровня в России и в Беларуси? Ну, вы знаете, если говорить про… вернемся к трендам социальных сетей, что один из трендов — это то, что вводят чат-боты. Чат-боты — это запрограммированные ответы на интересующие людей вопросы. То есть я спрашиваю, как мне проехать в ваш офис, и приходит автоматический ответ. Второй вариант — это онлайн-чаты. То есть это подключение разного рода онлайн-чатов в социальных сетях. То есть когда ты отправляешь как бы сообщение в странице, а отвечает тебе менеджер конкретной компании, то есть уже в режиме реального времени. И людей… Тогда позвоните нам. Да, да. Людей, вовлеченных в процесс social media marketing, их становится все больше. То есть кто-то производит контент, контент-менеджеры. Их очень много сейчас становится. То есть у каждой компании есть человек, который делает контент. Их становится все больше, и они становятся все умнее. Есть люди, которые отвечают отдельно только вот контакт-центр через социальные сети. Таких тоже людей становится больше. Есть люди, которые разрабатывают SMM-стратегии. Это маркетологи, отделы маркетинга. Ну и, собственно, если раньше SMM — это был один человек, который взаимодействовал с аудиторией, то есть сейчас это целый отдел. И людей, которые могут закрыть весь спектр SMM-слуг по одиночке, я их могу пересчитать по пальцам. Но людей, которые вовлечены в SMM-процесс, их становится все больше. И главное, что компетентных людей становится все больше. Учитывая финансовую емкость рынка интернет-рекламы в России и в Беларуси, могут ли рекламодатели влиять на формирование общественного мнения в наших странах? Могут, и я скажу, что они влияют. То есть влияют разными инструментами. Первое — мы возьмем партнерские программы с блогерами. Вот о чем, собственно, с чего мы и начали. Верно, да. То есть, ну, я просто эфемерно, мы скажем, что Владу А4 очень близка тема бумаги, как вариант. И компания, которая производит бумагу, она заключает с ним договор о том, чтобы Влад продавал ее услуги для своей аудитории. И если среди подписчиков Влада есть аудитория, которая потребляет бумагу, а такая, вероятно, найдется, то, наверное, компания, которая сотрудничает с Владом и производит бумагу, будет на волне. Второе, вот что можно сказать про взаимодействие бизнеса. А Влад, простите, а Влад уже таким образом, соответственно, формирует общественное мнение. Верно, абсолютно верно. Он формирует общественное мнение и показывает, что покупаете бумагу у конкретной компании. Второй вариант, как можно обойти блогеров, если и как-то сыграть на контенте, который актуален сейчас. То есть мы берем какую-то актуальную тему и делаем ее интересной для наших подписчиков. И потом просто с помощью таргетированной рекламы в социальных сетях охватываем огромное количество людей. Всех подписчиков Влада, всех подписчиков Юлии, всех подписчиков моих проектов. Вот всех мы просто берем и охватываем. Это дорого, но это работает. Но, опять же, таким образом можно сформировать общественное мнение по любому поводу. По любому поводу. Это может быть продажа чего-либо. Это может быть какая-то... Ну, это вообще очень мощный механизм воздействия. Мы не говорим сейчас только о продажах. Конечно, конечно. Значит, главное, что мы понимаем, что именно таким образом родилась новая профессия блогеры. Верно. Так, предлагаю еще раз посмотреть сюжет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Ну и, соответственно, у меня вопрос к автору. Вы размещаете очень много фото. Каждодневно размещаете новые посты. Их смотрят и активно комментируют. Есть ли искушение в погоне за сенсацией сделать фейковый пост? Или вопрос сохранения собственного лица, ответственность перед аудиторией вас останавливает? Кстати, вопрос, Влад, и к вам тоже. Я даже не задумываюсь, если честно, о мнении подписчиков в том плане, что если я выложу, что они подумают. Потому что мне, в первую очередь, хотелось бы быть искренней даже перед собой. Поэтому я бы не... То есть вопрос сохранения собственного лица доминирует? Да, то есть я бы ничего такого не делала, потому что я могу заинтересовать аудиторию и, ну, правдой. Потому что, ну, зачем что-то придумывать? Ну, это лично мое мнение. И поэтому я бы нет, я бы ничего этого не делала. Или, например, если даже статистика наша падает, вот, наверное, вот здесь вот как раз наступает момент, когда начинаешь думать, блин, может что-то сделать. Нет, это наоборот должно мотивировать нас делать больше фотографий, например, в плане Юли. Мне больше видео. То есть, наоборот, делать хорошие, качественные вещи. Потому что люди, они тоже все прекрасно понимают, их не обманешь. А вы вообще ощущаете свою ответственность перед пользователями за ту информацию, которую размещаете? Вы же пишете и говорите «все всем обо всем». Вы же властители дум, а все знать невозможно. Вы как-то отвечаете за базар? У вас же миллионы подписчиков. Ну, скажу, что, конечно, фильтруем свой базар. Базар фильтруете? Это, конечно. Да, пропагандируем какие-то здоровые темы. Например, часто не раз я поднимал темы вредных привычек. Говорил, что я против этого категорично, что это плохо. И, ну, люди, да, поддерживают. Ну, а я всегда призываю к тому, чтобы, если кому-то интересно следить за моей жизнью, смотреть мои фотографии, смотреть мои видео, то, ну, как бы я считаю, что они не должны жить моей жизнью и слушать меня. В том плане, что вы можете послушать, но не прислушаться. Я просто друг. Смотрите на меня и делайте, как вы. Как говорил поэт революции, не делайте под Маяковского, делайте под себя. Ну, то есть, я им просто друг. Я не человек, которого нужно слушаться во всем. Ну, конечно, я стараюсь фильтровать базар, но все же я придерживаюсь того, что мы все индивидуальные личности, и не стоит повторять или слушать или воспринимать все, что я говорю буквально. Влад, окей, вы рванули арбуз. Да. Вы представляете себе, какое количество ваших подписчиков, я понимаю, вы приняли вызов, это вопрос чести, да, от блогера блогеру, но вы его реально рванули, и я видела, что фитиль там был маленький. И вы отдаете себе отчет в том, какое количество ваших подписчиков может попытаться проделать этот опыт. И случится ли так, что при повторении этого опыта ни один кролик не пострадает? А как же в начале фраза «не повторяйте этого никогда». И такое предупреждаем, что этого делать не нужно. Если где-то какой-то мусор появляется в роликах, то показываем, как мы это убираем. Например, вот у меня будет ролик, где мы делали очень масштабный, мы там бумажками заклеивали целую машину. И мы это все потом убирали, то есть это все тоже показывалось. Может быть, у наших специалистов есть вопрос к юношам и девушкам? Не вопрос, а хотел бы замечание по поводу того, что мы говорим, что этого не повторяйте. Это, наоборот, стимулирует повторить. Вот в том-то все и дело, запретный плод сладок. Вы об этом-то не задумывались? И, наоборот, если бы вы просто показали, мало кто бы, наверное, повторил. А так, значит, это количество повторяющих… Я ни разу не сталкивался с тем, чтобы кто-то это повторял. Я ни разу не писал. Вы их не видите, они же повторяют стороны. Если увижу, если прям увижу, что это действительно так, то, конечно же, этого никогда больше не будет. А вы как увидите? Вам кто-нибудь вышелит оторванный пальчик? Вы как себе представляете это увидеть? Хотя бы как. Хоть как. Неважно. Пусть это будет одной строчкой где-то в комментарии или где-то там в письмах. Хоть что-нибудь. Я уже упомянула об острой проблеме 21 века – одиночестве человека. Посмотрите, как время стремительно меняет нашу жизнь. Раньше для общения хватало писем. Потом для того, чтобы их писать, не хватало времени, и мы хватали телефонные трубки. И не так давно это было. Позвольте напомнить. Соедините меня, пожалуйста, с секретарем парткома. Товарищ секретарь, с вами говорит некто Иванова. Скажите, пожалуйста, у вас работает инженер Прохоров? Ну вот, он попирает нормы поведения советского человека. Он хочет бросить жену. Хочет, хочет разрушить советскую семью. Научите его, пожалуйста, уважать наш моральный кодекс. Ну что вы, что вы. Это мой долг. Моя гражданская обязанность. Стоматологическая поликлиника? Алло! Добавочный 3,62. Будьте добры, позовите, пожалуйста, Антона Семеновича Шпака. Будьте любезны. Алло! А, это вас. Меня? А, женский голос. Нет, это детский, это Вовка. Они у меня одни остались. А, мало ли, что может случиться. И я дал вам их, наш. Пожалуйста. Телефон, извините. Алло! Алло, Вова, что случилось? Какая краска? Зачем вы полезли на балкон? Живо ложитесь спать. Не звоните больше. Оставьте краску. Приду, убью обоих. И все, сотруд, да. Не звони. Сегодня с помощью интернета появились новые формы общения. Изменилась его интенсивность. В России был даже сформирован по замыслу его создателя Альберта Попкова сайт для поиска одноклассников, однокурсников, одноклубников. Из сайта выросла социальная сеть «Одноклассники». Эта сеть не одинока. Предлагаю на нашей инфографике вспомнить, какие еще сети пользуются популярностью в наших странах. Вконтакте, одноклассники, WhatsApp, Facebook, Instagram, мой мир. Наш собеседник Анастасия Жбанова, директор по коммуникациям одной из самых популярных сетей «Одноклассники», дала нам интервью специально для этой программы. Анастасия, сеть «Одноклассники» существует более 10 лет. За это время все, кто хотел, уже нашли друг друга. А какие задачи ставят перед собой одноклассники сейчас? Вообще, это довольно правильный тезис про то, что, с одной стороны, про то, что нашли друг друга все. И да, мы говорим о том, что мы уже давно, в принципе, от поиска школьных друзей осталось только название, потому что мы не только про это. Но, помимо прочего, у нас же есть совсем новая молодая аудитория, у нас огромное количество детей. Которые, может быть, еще не все нашли друг друга. Но и плюс это нормально, потому что 10 лет прошло, поколение вырастает, сменяется новым поколением. Какие-то люди до сих пор ищут друг друга, и мы слышим действительно огромное количество прекрасных историй, когда мама нашла дочку через одноклассники, или школьные друзья нашли друг друга. Но мне кажется, что главная наша задача, самая основная, это все-таки доставлять какую-то позитивную эмоцию, развлекать людей. И именно за этим они приходят в одноклассники для того, чтобы получить ту долю позитива, которую, возможно, они не получают из жизни в процессе дня. Зато они приходят в одноклассники вечером, смотрят кино и получают позитив, что-то хорошее. В вашу сеть, Анастасия, попали миллионы людей, 42% пользователей интернета. В популярности вы уступаете только другой сети, ВКонтакте. Как при таких масштабах отфильтровывается запрещенный контент и пиратская продукция? В одноклассниках есть система и технология Content ID, которая нам позволяет, собственно, отслеживать контент. И, кроме прочего, мы сотрудничаем со всеми правообладателями напрямую. Естественно, удаляем по запросу правообладателей. С этим у нас очень четкая и построенная система, так как видео в одноклассниках уже достаточно давно развивается. И мы довольно давно общаемся со всеми ключевыми и правообладателями, и генераторами контента. Поэтому с этим проблем у одноклассников никогда не было. Спасибо. Мы еще продолжим наш разговор о проблемах, которые сопутствуют развитию социальных сетей. А сейчас вернемся к теме интернет-общения и главной его проблеме – к языку такого общения. Вот самая расхожая фраза из сетевого языка. Ты в инстике посмотри, я репостнул, лайкнуть не забудь. Перевести ее на русский язык я попрошу наших блогеров. Влад, Юля, насколько интернет-сленг традиционным языкам общения союзного государства, белорусскому и русскому, разнится? Такой язык-сленг популярен среди молодых пользователей. То есть, ну, понятно, что взрослые люди так не общаются. Как-то в каждой сфере есть какой-то свой такой язык. Вот я в хоккее немного играл, там рассказывают, типа булит, там пассани, там что-нибудь такого. Так же и у нас. Вот, в принципе, в фразе, которая сейчас прозвучала, единственное, вот инстик, так, конечно, никто его не называет. Это просто инстаграм. Инстаграм, ну хотя да. Ну ладно. Со своими общаюсь, знакомыми. Слово «репостнул» — это поделился. Ну, то есть, это прямо так везде сейчас так называется. Репост — это поделиться записью. Лайк — это лайк. Лайк — это лайк, понравилось. Да, есть какой-то, но прям каких-то конкретных таких вот прям моментов я называть не могу. Это все так и происходит в интернете. Мы просто так общаемся. То есть, скорее, общение в интернете, нежели чем в жизни, потому что в жизни мы, я лично разговариваю обычно. Вот как раз разница между интернет-общением и общением в жизни, наверное, и является темой нашей дальнейшей беседы. Меняется не в лучшую сторону общая культура общения. Меняется сама модель поведения человека. Что происходит с человеком, как только он попадает в сеть? Я хочу спросить у кризисного психолога, заведующего кафедрой социальной и семейной психологии Белорусского государственного педагогического университета Натальи Леонидовны Пузыревич. Вот видите, только что Юлия сказала замечательную фразу. «Я в жизни одна, а в сети я другая». При этом предполагалось в начале разговора, что я в сети вот живая, органичная, вот такая, как в жизни. И тут же вдруг мы сейчас услышали диаметрально противоположное мнение. Видите, скорее всего, люди даже не всегда отдают себе отчет в этом. Что происходит с человеком, попадающим в сеть? Да, к сожалению, не всегда человек, оказываясь в сети, понимает, что он становится несколько иным, чем является в реальности. Социальная сеть дает возможность вести себя проще, думать более шаблонно, более так, как принято в той среде, с которой ты общаешься. И так человек утрачивает возможность проявить свою индивидуальность, показать, непосредственно взаимодействуя с другими людьми, саму ценность себя, уникальность себя. Иногда это сказывается и на языке. Так в реальной жизни мы использовали бы словарный запас, который понятен окружающим людям, а вовлекаясь в социальные сети нам приходится иногда менять его, перестраиваться на тот язык, который принят там. Иначе мы просто будем непоняты. Кроме того, есть и такая особенность. В социальной сети у нас появляется очень много друзей. И создается такая иллюзия, что у нас их действительно много, мы пользуемся популярностью, спросом. И внутренняя такая удовлетворенность не стимулирует нас к приобретению реальных друзей в реальном пространстве. Те контакты, которые есть у нас в социальной сети, они не подкрепляются очень часто реальными отношениями и носят только формальный характер. Часто очень, смотря в социальную сеть и видя, что там 200-300 человек, человек просто довольствуется тем, что да, у меня их много, у меня большая социальная сеть поддержки. Но возникает вопрос, что она дает. Да, она есть, формальное наличие ее действительно можно зафиксировать, но какой потенциал имеет вот такое количество? Даже если взять социальную сеть Facebook, там введена дифференциация. Просто друзья и близкие друзья. Уже даже этот факт предполагает, что отношения с людьми дифференцируются. Но по какому признаку? В основном на основании близости их контактов с нами в реальной жизни. Чистоты, наверное, контактов. Да, чистоты контактов. Скорее даже не близости, а чистоты контактов. Чистоты контактов. Частоты, не чистоты, чтобы наши зрители чего-то не подумали. Да, 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 согласна. Ну и потом самоценность общения. Находясь в социальной сети, несмотря какое расстояние между нами, какие границы, мы постоянно рядом. И необходимости встречи, общения личного, взаимодействия личного становится все меньше. Мы поговорили, обсудили актуальные вопросы. А ждать встречи, надеяться на то, что она вот-вот состоится, вот это уже актуальность свою утрачивает, к сожалению. Скажите, каким необратимым последствиям в отношении даже тех же языков наших родных, культуры общения, межличностной коммуникации вообще может привести расползание вот этого вот интернет-общения, интернет-модели поведения? Ну вот сейчас есть такой термин, введен клиповое мышление. В этом термине как раз заключена одна из проблем, которую несут в себе социальные сети. Это наша такая приверженность мыслить очень четко, очень конкретно, немногословно, с упрощенной структурой наших мыслей, слов. И, соответственно, в социальной сети нам не нужно какие-то использовать сложные конструкции. И это влияет и на особенности развития нашего мозга, всей системы организма. У нас нет необходимости внутренне развиваться, искать смыслы сказанного. Мы реагируем так, как это принято в той социальной сети, в которой осуществляется наше общение. Рефлексируем. Да. В основном шаблонно. Да. Нам не нужно писать, объяснять. Мы можем использовать лайки, мы можем использовать разные эмоциональные реакции на сказанное. И вот это будет такой момент. Типа смайликов. Да, да. И еще одна проблема отсюда вытекающая – тексты, которые мы читаем в социальной сети. Ой, боже. В основном мы ориентированы на то, чтобы тексты были как можно меньшими по объему и обязательно сопровождались прекрасной иллюстрацией. Именно она будет привлекать наше внимание. Вместо знаков припинания при этом вместо пунктуации у нас значочки, у нас графика, инфографика. Сейчас хотелось бы в эту бочку дюкти ложечку меда, если можно. Что полезного привносит со сети в нашу жизнь? Ну вот про продажи мы с Антоном поговорили, о совсем крупных проблемах мы еще пообщаемся, блогеры нам свое видение ситуации рассказали. Вот что полезного? Полезно? Есть возможность, опять же, несмотря на границы и пространство, быть рядом, обмениваться информацией, поддерживать общение, сотрудничать, выходить очень быстро на контакт, передавать информацию, на передачу которой ушло бы очень много времени и сил. Есть возможность, погружаясь в социальную сеть, видеть то, что происходит в нашей повседневной жизни. Ведь процесс информатизации, он идет, и уйти от него, каким-то образом отказаться от того, что это часть нашей жизни, тоже невозможно. Есть возможность получать и читать очень много интересных сообщений и текстов, не обязательно от ученых стран СНГ, в том числе и от зарубежных ученых, которые размещены в сети интернет, в свободном доступе, и мы можем пополнять так свои знания, свой уровень эрудиции, расширять. А сколько в среднем, средняя продолжительность пребывания в сети безопасна? Все дело в том, для чего человек входит в социальную сеть. Если он вначале входит с определенной целью установления контакта и общения, а затем его просто затягивает сам процесс перелистывания страниц, перечитывания каких-то текстов, и он уже и сам плохо понимает, для чего ему необходимо. Чехи же лайков, о которых Влад говорил. Да, вот в некоторых ситуациях это может способствовать погружению в эту виртуальную реальность и стремлению в этой реальности найти замену той повседневной жизни, в которой у меня нет возможностей для развития. Вход от реальности обычной, обыденной, в виртуальную. Существует ли на самом деле интернет-зависимость? И если да, то почему до сих пор такое явление не имеет статуса официального диагноза? Ну, само понятие зависимости обозначает ограничение активности во всех остальных сферах. И прежде всего, если говорим об интернет-зависимости, в контактах с реальными людьми. И тогда для меня уже не важны личные контакты, личные встречи. Мне не нужно задавать вопросы человеку. Я получаю ответы по интернету. Интернет для меня лучший собеседник, чем он. Он отвечает мне быстро, точно и со ссылкой информацией. И создаются иллюзии активной социальной деятельности. Да. А можете ли вы составить психологический портрет человека, склонного к сетевой зависимости? Это человек, который становится живым, эмоциональным, реагирует очень быстро на всё происходящее в сети, но абсолютно пассивный, утрачивает жизнерадостность в реальной жизни. В соцсетях многие пытаются спрятаться. Вот. Значит, в реальной жизни он не может самореализоваться, не может показать себя, на что он способен, поскольку есть более развитые, более всё, значит. И поэтому он прячется в сети, значит, и как будто бы, значит, он в жизни активно ведёт и всё, значит. То есть это один из путей спрятаться. Евгений Анатольевич, а может быть он бы и мог бы реализоваться, если бы он туда бы не нырял бы? Я как-то могу привести, значит, такой пример, значит, когда-то, значит, мы с одними с экспрессенцией разговаривали, значит, и вот, значит, мужчина там, значит, который выпивал и всё, значит, он говорит, да, понятно, значит, у тебя есть там проблемы, то ты должен, значит, разрядку получить какую-то. Это можно получить разным, значит, алкоголь, там, значит, баня, там, то другое. Но ты показал своему организму только один путь – алкоголь. И как только попадаешь в стрессовую ситуацию, твой организм требует алкоголь. Вот ему показали один путь, его, значит, как только в какой-то ситуации, значит, он… Приучили. Всё, значит, включили. У него других нету. Нырять, спрятаться от действительности. Да, спрятаться, есть один путь, и всё. Извините, я ещё добавлю ложку мёда в бочку дёгтя. В плане того, что, я не знаю, может, кто-то здесь читал, в 2008 году вышла книга «Эра Фейсбук», написала её Клара Ших. Это, ну, не так-то важно. В принципе, идея в том, что в нашем мозгу появился ещё один участок мозга, участок, который отвечает за социальные контакты. Она не эрофизиолог? Я не могу сказать, насколько я знаю, она работает в Фейсбуке, и она… А, понятно. Да, не так важно, но суть в том, что… Что, ангел мой, источник важен, ищи, кому это выгодно. Да, он всегда был. Ищи, кому эта информация, распространение этой информации выгодно. Я согласен. Она подкопляет факты исследованиями. То есть не просто голословно, у неё… Заказанными сетью Фейсбук. Не могу сказать. Я серьёзно, я таких тонкостей не знаю, но я закончу мысль. Конечно. Идея в том, что у человека появилась потребность в том, чтобы информация о нём в социальных сетях была достоверной. И, разумеется, люди как бы… Просто мы живём в такое время, что мы не можем просто уйти от этого. Вот у меня как раз вопрос к Наталье Леонидне. А какие негативные качества могут возникнуть и развиться в человеке под влиянием соцсетей? Это зависть, например, тем, у кого ресницы длиннее, ноги длиннее, кубики на животе больше. Это у меня такое впечатление, что это, извините, жизнь в шопе. Потому что у меня дочка говорит, мама, почему ты разместила необработанную фотку? Мама, пересылай фотки мне, я их буду обрабатывать. Я говорю, Леся, это, ну, Леся, мне 53, что меня шопить. Вот, понимаете, это создание отличного… Вот, Юлечка, да, возвращаясь опять же, кинули вы такую нам хорошую затравочку. Я как в жизни, я совсем там, как в жизни, вот это-то и интересно. Ага. Я говорила про поведение своё, а не про свою внешность. И в целом, конечно, если вам интересно выкладывать фотографии необработанную, и вас это устраивает, то вы делаете для себя. Конечно, ну, выкладывайте, но, допустим, ваша дочь хочет обработать фотографию себе. Ну, она неправильно делает, что вам говорит, что так не стоит делать, потому что мы можем делать, что хотим. Я приверженец идеи о том, что все люди создают контент в интернете. Абсолютно. Все это фотографии, это могут быть тексты, твиттер, это может быть просто твит, хороший, умный, да? Идея в том, что контент должен нести ценность. Задача. Задача фотографии, задача селфи. Показать, проиллюстрировать, показать, какая у меня интересная жизнь. Человек, который, вот вы говорите, завидует, развивается зависть. Если бы не было социальных сетей, я думаю, он бы всё равно завидовал, но по-другому. Просто, ну, при встрече в реальной жизни он бы проявлял зависть. Потому что всегда будут те, кто хочет показаться лучше, чем он есть. И социальные сети, да, это просто инструмент показать то, что я лучше, чем я есть на самом деле. Но, опять же, как очень красиво писал один автор, скажите правду, и к вам потянутся сердца, к вам прислушаются. Как Влад говорил, я такой, какой я есть. Как Юля говорила, я такая, какая я есть, и людям интересно смотреть. Потому что они показывают, они не боятся. Поэтому у них есть аудитория, поэтому вот они знают. Много негатива, если честно, вылили, я сейчас сижу прям такой расстроенный. Боже, социальные сети, интернет — это столько возможностей. Вы даже себе не представляете, сколько я много из этого беру. Конечно, мне лучше найти какой-то контакт, если мне какая-то интересная идея написать, чем идти, собирать портфель, идти, стучать в дверь, просить. Мне проще договориться, созвониться в скайпе, не лететь в Москву, чтобы, например, с кем-то какой-то проект обговорить, а созвониться. И это намного проще и интереснее. А тебе же Маталья Леонидовна и говорила. Вот это как раз-таки сейчас шаблонное мнение, что интернет — это все, это губит там. Наоборот, это что-то новое. Давайте, ну, это интересно. А те люди, которые, вы говорили, что имеют там 200-300 друзей, и им этого достаточно в соцсетях, и поэтому они не общаются ни с кем в жизни, и сидят дома и так далее. У каждого своя голова. Вы понимаете, что если бы не было соцсетей, они бы просто сидели дома, потому что они, в принципе, закрыты. Если человек даже не может в интернете как-то себя, то а что с ним в жизни будет? Мы только что с Евгением Анатольевичем обсуждали, что это один из вариантов ухода от реальности. Скажите, пожалуйста, Наталья Леонидовна, какие еще существуют возможности вот не уйти с головой в эту реальность, не стать психологически зависимым? Видеть положительные возможности в повседневной реальности, чтобы виртуальная реальность не заменяла ее, а дополняла, вносила какое-то разнообразие, было способом обмена информацией, было способом для самопрезентации, была способом для улучшения, углубления контактов, получения более развернутой информации друг о друге. Вот когда это есть, и когда социальная сеть помогает нашему общению, делает его разнообразным, тогда, естественно, вреда нет, потому что мы тогда главные, мы задаем темп общения через социальную сеть. Вот, например, наши ребята не создают ощущения людей, затянутых в сети. Да, да, да. У каждого есть же варианты, масса тех же каналов на Ютубе, тех же пабликов ВКонтакте. Выбирай, что тебе интересно. Интересно, например, аудиокниги, пишешь в поиске, и аудиокниги. Находишь массу вариантов, находишь, что тебе нужно, слушаешь. Хочешь посмотреть, например, обзор машин, пишешь на Ютубе, обзор машин, подписываешься на обзорчика, смотришь. Не нравится то, что я делаю, взорвал арбуз, отписался, не смотри. Все, вот и вся история. Ну, конечно, не только психологическая безопасность волнует пользователей. Проблема безопасности сегодня встает во весь рост перед каждым пользователем интернета. Поэтому мне бы хотелось попросить вас прислушаться к рекомендации авторитетного специалиста в сфере защиты информации. Что же нам надо делать, в первую очередь, чтобы защитить себя от взлома, если мы говорим уже о безопасности, если мы перешли к вопросам безопасности? Как понять, например, что аккаунт взломан? По поводу взломов могу сказать так. Взламывали, взламывают и будут взламывать. Оптимистично. Да. Ну, давайте посмотрим, почему это происходит. Во-первых, вот эта отрасль информационных технологий, она инновационная. То есть, постоянно идет обновление технологий. Значит, там 2-3 года, значит, что-то появляется новое, даже и быстрее. Значит, ну, а во всех инновационных отраслях, значит, там действуют свои законы. Если брать, значит, вот информационные технологии, там на безопасность этих информационных технологий оказывают влияние 2 фактора. Один объективный, второй субъективный. Про субъективный пока я не буду говорить ничего, значит, это достаточно огромная тема, которая создается там, которая создают, значит, и осознанно, значит, создают эти проблемы. По-объективным, значит, когда какая-то технология разрабатывается и национная, значит, все стараются как можно быстрее выбросить ее на рынок. Тот, кто выходит с этими инфляционными технологиями, информационные, будем говорить, инфляционные, значит, они не заботятся о доведении ее до ума. Как можно, она чуть задышала, выбрасывают на рынок. Пойдет, будем дорабатывать. Не пойдет, ну, черт с ним, значит, затраты минимальные. Значит, поэтому там доработок огромное количество в этих информационных технологиях, значит, и многие ошибок много, и многие из этих ошибок являются уязвимостями, точками несанкционированного входа в эту уязвимость. Сегодня ежегодно выявляется порядка 10 тысяч уязвимостей в продуктах информационных технологий, присутствующих на рынке. Уже присутствующих. Уже присутствующих, да. Значит, уязвимостей не только в программных продуктах каких-то, значит, но и в аппаратных средствах. Скажем, вот в прошлом году выявлены аппаратные уязвимости в микропроцессорах, которые производит американская фирма Qualcomm. Значит, и под угрозой сегодня около миллиарда Android-систем. А что такое аппаратная уязвимость? Значит, получив доступ через эту аппаратную уязвимость, я обхожу все системы безопасности, которые выстроены пользователями, выстроены операторами, значит, обходятся сразу, потому что уже внутри. Все. Да. Значит, то же самое по программным этим средствам. И если это все складывать, то получается огромное количество уязвимостей. Еще где-то в 80-е годы прошлого столетия математически было доказано, что защитить стопроцентно информацию в технических системах невозможно. Замечательно. Вы нас радуете. Значит, если... Это математически, но это можно на пальцах показать. Ну, хорошо. Вот говорят для того, чтобы сейчас... Вот здесь уровень разработчика, да, значит, он... Компетенции его, значит, он что-то предложил, он что-то, значит, заложил, значит, какие-то там системы. Но если взломщик, у него уровень компетенции ниже, он никогда не взломает систему. Но если у него уровень знаний совпадает или выше, он легко обойдет этого разработчика. Да. Для того, чтобы себя защитить, нужно знать, с какой стороны ждать опасности. Вот какие способы взлома существует и как себя защитить? Ну, обычно, значит, проще всего это получить пароль доступа к вашим ресурсам. Значит, и чаще всего через это идут, значит, это сама. Один из способов – это как можно чаще менять этот пароль. Антон, вы хотели что-то добавить. Да, я хотел дополнить немножко, потому что если вот вы правильно сказали, что взломать там кого-то на уровне высоком, может, только хакер высокого уровня, но нужно понимать, что, как говорят, заказывает музыку тот, кто владеет кодом. Это еще Павел Дуров написал в своей книге. То есть, грубо говоря, найти… Социальные сети развиваются. Безусловно, Facebook выкупил WhatsApp, Instagram, Twitter выкупил Periscope. То есть, социальные сети, они стали настолько крутыми, что их уже взломать просто нереально. И единственное, наверное, что я вижу, такая актуальная проблема, это, наверное, и правда вот это вот пароли. В принципе, если говорить про угрозы, я бы на самом деле в отношении социальных сетей сейчас был бы успокоен. Ну вот Евгений Анатольевич утверждает, что ломали, ломают и будут ломать. Евгений Анатольевич, какую информацию категорически не рекомендуется указывать в соцсетях, и как мошенники могут использовать наши данные против нас? Та информация, которая очень ценна, и у вас нет желания, чтобы она стала достоянием кого-то, значит, ее не стоит размещать там. На сегодняшний день, вот если берем облаки, да, берем гугловское облако, какие-то гугловские облака, значит, там она остается, эта информация, пожизненно. Если вы туда ее выложили, вы уже назад ее не можете вернуть. Вам говорят, хотите удалить, они вам говорят, заведите другой ник и работайте с другим. А это уже осталось, все. Это их уже активы, они им пользуются. А вот Анастасия Жбанова, представитель социальной сети Одноклассников, уверяет, что личная информация пользователей защищена. Вы нас сейчас убили, а у нее совершенно другое мнение предлагаю послушать. От мошенников мы защищаем пользователей в первую очередь за счет нашего отдела антиспама модерации. У нас довольно много профессиональных ребят, которые постоянно мониторят то, что происходит в Одноклассниках в открытом доступе. Но, безусловно, мы как социальная сеть защищаем своих пользователей, и все данные, которые пользователи оставляют в Одноклассниках, они конфиденциальны, они защищены. То есть все то, чем вы делитесь в личных переписках, это видит только тот человек, который общается с вами, и конкретно вы. Согласны? Понимаете, значит, не всех взламывают. Значит, если неинтересен для заказчика какого-то, значит, вы неинтересны, вас никто не будет взламывать. Ну, я как-то говорил, значит, есть такое, значит, было понятие, или как говорили, неуловимый Джо. Почему неуловимый? Да потому, что он никому не нужен. Вот и все, значит, да. Если вы нужны, вас взломают. Все равно получат доступ. Значит, получить, значит, чтобы управлять вами или еще чего-то, или вашим бизнесом, или каким-то образом, значит. Конкуренты всегда могут это заказать и это сделать. Отсылы, извините, к 90-м. Ну, если уже действительно человек нужен, то можно его достать не через социальные сети. Можно прийти и просто, ну, напрямую сказать, слушай, ты нам нужен. Готовься. Ну, то есть, в принципе, я, ну, возвращаясь к вопросу безопасности в социальных сетях, я подчеркну, то есть, вот слова Анастасии, да, что, в принципе, одноклассники, Facebook, ВКонтакте, они все бьются за то, чтобы люди чувствовали себя безопасно. Потому что безопасность — это первая потребность человека по фирамиде Маслоу. То есть, если мы чувствуем себя в безопасности, мы можем спокойно общаться. Социальные сети бьются, я вас уверяю, и в Одноклассниках, и в Facebook, и ВКонтакте есть не один десяток людей, которые следят за тем, чтобы ваш пароль и ваши данные, по крайней мере, сейчас были сохранены. И, ну, то есть, я, честно, вот, ком бы переживал, так это каких-то сайтах, интернет-магазинов, да, но о сайтах, о социальных сетях исключено. Нет, оно не исключено. Дело в том, что совершенно недавно, не помню, в прошлом году или когда было, взаимодействие, не помню сейчас точно в какой сети, когда были персональные данные, огромное количество пользователей социальной сети уворованы. А какую роль в защите данных может сыграть использование защищенного протокола взаимодействия с веб-серверами? Понимаете, значит, можно очень серьезно защитить, да, но для этого нужны совершенно другие средства. Значит, для этого необходимо, значит, значительно усилить, и затраты на безопасность будут значительно... Гигантские. Да. Я могу привести такой же пример. Когда-то, значит, когда начинались вот эти банковские карточки у нас в Беларуси, значит, там где-то в 93-м году, был представитель виза, значит, на каком-то семинар, который он рассказывал и говорит, что вот в наших сетях ежегодно, ну, происходит, значит, мошенничество с карточками в нашей системе, и мы ежегодно тратим приблизительно 5% от нашей прибыли для покрытия убытков пользователям карточек, которые, значит, что-то там уворовали. Я, значит, ну, естественно, там, как бы, а вы еще не можете защититься? Говорит, можем. Но тогда наши затраты на поддержание системы безопасности, не считая начальных вложений, будут составлять 15%. Поэтому мы вышли на какой-то уровень безопасности и поддерживаем. Остальное покрываем... Остальное покрываем 5%. Да. Замечательно. А какие меры следует предпринять по защите мобильных устройств? Ну, мобильных устройств тоже, значит, здесь тоже проблема очень серьезная. Во всех сим-картах, которые производятся под контролем американских компаний, по инициативе или АНБ, или каких-то спецслужб, введены коды прямого доступа их. Значит, все попытки прошить или программно обойти эти коды ни к чему не приводят. То есть, если спецслужбы США могут практически каждому пользователю, каждому телефону, смартфону, значит, получить доступ. У нас получилась потрясающе позитивная программа. Извините, я просто хотела попросить наших ребят-блогеров уже ложку меда, потому что мы хорошо вышли на то, что это защитить нельзя, это защитить нельзя. У меня уже миллион-двести подписчиков на том же Ютубе. Ну, по-любому должны быть какие-то люди, которым, может быть, интересно было это взломать, но ни разу такого не было. У меня стоят там двойные аутентификации, то есть, если кто-то даже мой e-mail ведет, у меня придет смс-ка о том, что кто-то залез. И он там автоматически все пароли поменяет и скинет мне информацию об этом. То есть, я еще ни разу не сталкивался с тем, что мою информацию как-то куда-то улетало. Ну и самое главное, что вы оба нужны людям, о чем свидетельствует огромное количество ваших подписчиков. Ну, конечно, всемирная паутина, социальные сети – это вовсе не абсолютное зло, просто мы сознательно сосредоточились на проблемах, которые привнесло в нашу жизнь создание интернета. Использование его, как любого новаторства, требует осторожности, чувства ответственности и чувства меры. А мы с вами прощаемся. До новых встреч в эфире. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин